В Ефесином 5.2 Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Друзья, такой короткий текст. Давайте немножко вникнем, о чем здесь говорит апостол Павел. Христос принес Себя в приношение. Вот это слово интересное, да? Приношение. Что же это за приношение? И это приношение было очень приятно Богу, настолько приятное, что апостол Павел назвал его благоуханием. Почему? Когда мы читаем послание к евреям, в 10 главе, 10 текстом записано. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Принесение. Приношение. Друзья, речь идет об одном. О чем? О жертвенном кровавом приношении самого себя. Христос принес Себя вот в такое приношение. Друзья, тут может возникнуть такой вопрос. С удивлением. Господи, как это? Сын Твой принес Себя в кровавое такое приношение, в кровавую жертву. И это для Тебя благоухание приятное. Хотя человек, неверующий, если вникнет, то может сильно-сильно смутиться. Как это так? Но тут глубина. Друзья, в Слове Божьем на поверхности ничего не лежит. Не сама ли природа учит Вас, друзья? Все сокровища скрыты. Копать надо, и копают до преисподней, чтобы что-нибудь оттуда добыть. Какие-то драги там со дна достают. Рек, пылинки какие-то там, золото. И там через годы они превращаются в какие-то слитки. Все таким трудом. Давайте, друзья, немножко потрудимся. О чем здесь говорится? В благоухание приятное. А что Господу приятно, Отцу приятно, когда Господь висит на кресте? Когда в агонии, под палестинским солнцем. Вот это Ему приятно. Нет, друзья, мы неправильно. Мы в неправильном направлении мыслим. Но здесь, как бы, друзья, две жертвы представлены. Вот одна жертва, когда мы читаем книгу Левит, в первой главе представляется жертва всесожжения, а в четвертой главе – жертва за грех. И вот там, где жертва всесожжения, там мы тоже находим такое слово – благоухание, приятное Господу. Нет, в жертве за грех, там нет такого слова – приятное благоухание. А вот в жертве всесожжения, вот тут приятное благоухание. Друзья, когда вот читаешь Левит, первую главу, друзья, вы знаете, как будто Евангелие читаешь, как будто на Голгофе находишься. Написано, кто хочет принести жертву Господу, вот пусть он возьмет жертву, без порока, принесет ее вот пред Господа в скинии собрания, в скинии обещал жить Господь, возложит руку свою, заколет ее, вот. И потом написано так, и разложат сыны Ароновой священники части, голову, туг на дровах, которые на огне. Вот это все горит, сгорает, и вся жертва до волосика, до последнего волосика поднимается вверх. По-еврейски называется жертва возношения. На земле ничего не остается, все поднимается наверх. Друзья, сыны Ароновы торжественно стоят и смотрят на эту жертву, как голубой дымок поднимает эту жертву туда наверх. Я так, друзья, ну мысленно, да, мы созерцаем на Голгофе, что созерцаем? Полную отдачу Сына Божьего в жертву за грехи. Вот так, друзья. И дело не в том, что приятное благоухание от горелого мяса, нет, неправильно. Отчего же благоухание? Тут надо понять внутренний смысл, глубину этой жертвы. О чем нам говорит эта жертва? Она означает, что приносящий приносит в жертву Богу всего себя. И душу, и сердце, и тело. Все он приносит Богу. Вот так вот тут благоухание приятное. Я так вот иногда останавливаюсь на этом тексте. Ну не знаю, как, может быть, братья тоже останавливают внимание на этом тексте. Разложат сына и ароновые священники части, голову. Ну, животное разрезают на части. Друзья, мне представляете, знаете, как части. Руки пробитые, ноги пробитые. Голову положат на огонь. И все должно пройти через огонь. Все, что принадлежит Христу, должно пройти через огонь. Голова, терновый венец, бьют по голове, заушают. И тук. Ну, тук – это самое, друзья, так трогательное. Тук – это то, что не видно. Это жир внутри. Тук – это сущность самого Христа. Его, ну, так сказать, внутренность. И вот священникам не положено было кушать тук. Почему? Ну, так вот делаю проекцию уже. Как мы должны понимать это место? Такое сокровенное. Да мы и не поймем Господа. Сокровенное принадлежит Отцу. Только Он может понять все сокровенное Христа. И тук горит. Тук горит. Друзья, вот я себе так представляю. Вот. Вот эту картину и параллельно. Ну, прям так, такой параллелизм к Евангелии от Луки. 22 глава. Вот здесь читаем. Вот. Тук. Горит тук. Горит внутренность Иисуса. Вы посмотрите. Отче, о, если бы ты благоволил Гефсиманский сад. Отошел немного от учеников, хотел побыть в уединении, помолиться. Если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. А теперь смотрите, как тук горит на огне внутренность вся. Явился же Ему ангел с небес. Вот Он стоит рядом. И укреплял его, или своим присутствием укреплял, или, может быть, руку положил как-то на плечо, или какие-то слова. Трудно сказать. И, находясь в барении, прилежнее молился. Ангел подкрепил его на прилежную молитву и был под его, как капли крови, падающие на землю. Друзья, ночью кто-то увидел вот такую картину. Падают капли крови. Кровавый дождь. Друзья, душевные страдания до кровавого пота. Горит туг на огне. Внутренность Христа, внутренность Иисуса, проходит через огненное страдание. Друзья, у меня вот так вот, когда мы читаем, что приятное благоухание, это надо параллельно прочитать вот это место от Матфея, чтобы нам понятнее было, как это для отца сын страдает, а там приятное благоухание. Мы читаем, что Господь вот здесь, в Кевсиманском саду, молится так. Если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Друзья, здесь все благоухание, не как я, но как ты. И вот соединяется, друзья, я бы мог так, ну, не знаю, как вот братья посмотрят на это, а я бы вот так, ну, для себя бы я так прочитал. Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу в невыразимое страдание для отца. И это было бы правильно. Но здесь написано, в приношении жертву Богу в благоухание приятное. Друзья, одно не исключает другого. Здесь две жертвы – всесожжение и загрех. Загрех там нет приятного благоухания. Там только и будут прощены ему грехи. А вот жертве всесожжение и благоухание приятное. Друзья, так хочется пояснить, нет, ну, примеры взять из Библии. Друзья, вот Авраам. Авраам ведет Исаака. Конечно, терзание. Мы можем не понять или наверняка не поймем отцовского сердца, потому что нам не приходилось это делать. Но вот сейчас он ведет Исаака. Он должен его заколоть на одной из гор и должен его сжечь. Сжечь полностью. Во всесожжение полностью все сжечь. Конечно, вот так вот берет веревку, подходит к нему. Исаак не убегает, не зовет на помощь, не стыдит отца. Отец, что ты, подумай, что ты делаешь. Друзья, он спокойно стоит. Отец его связывает и ложит на дрова. Трудно сказать, что внутри у Авраама. Конечно, мы так обычно говорим. Он такой твердый верою, он так все по-деловому. Ой, не думаю, друзья, чтоб так все по-деловому. Да нет. Думаю, там и терзание. А вот среди этого надо унюхать, если так можно сказать, или принюхаться так вот, обонять с этой горы благоухание. Какое? Благоухание, послушание Исаака своему отцу. И даже трудно сказать, друзья, что здесь сильнее, вера Авраама или послушание сына. Я думаю, 50 на 50. Вот такое благоухание, и он не сопротивляется. Вот бери его и вяжи. Вот такой послушный. Друзья, а когда такой послушный, тем более рука не поднимается. Где-то я читал, что в Японии, когда солдат провинится, вот, ну, офицер его там стукнет по щеке, а он сразу должен другую подставлять. Вот так послушно, и у офицера уже рука не поднимается. Друзья, как вот поднялась рука Авраама, чтобы взять ножик, заколоть. И сердце терзается. И все-таки, думаю, ему очень приятно. Почему? Благоухание, послушание. Исаак как бы говорит, не как я хочу, отец, а как ты. И вот в такой же ситуации приблизительно оказалась дочь Ифая. Ну, он в своей ревности, Господи, если ты мне дашь победу, вот, что выйдет или кто выйдет? Навстречу во всесожжение. Вознесу, вот такая ревность, добиться победы для Израиля. Ну, и победа была. Возвращается. Радостный возвращается. И выходит дочь его. Друзья, смотрите. Он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, ах, дочь моя, ты сразила меня. Она говорит, отец мой, ты отверстишься уста свои пред Господом, делай со мною то, что произнесли уста твои. Друзья, соединилось, соединилось полярное, соединилось невыразимое страдание и соединилось невыразимое благоухание от послушания дочери. Друзья, я думаю, мы сейчас ближе поймем, что такое благоухание сына для отца. Мы сейчас, вот, знаете, в одном месте тоже, в Гевосиманском саду разлился такой, такой аромат разлился. Мы сейчас прочитаем Евангелие от Иоанна, 18 главы, когда Господь вышел. Ну, вот он, написано так, в 18 главе. Знал же это место Иуда, предатель его. Господи, ну, раз он, Иуда, знал это место, ну, тебе же просто сменить надо место, и все. И Иуда придет там со всеми этими, вот, фарисеями, и все. Ну, а ты будешь в другом месте. Нет, в другом месте он не будет. Друзья, Христос не хочет принять никаких мер к ограждению от нападения. Никаких не ищет. Под покровом ночи не прячется, друзья, нет. Вы посмотрите, какой аромат по всему саду. Наверное, больше в этом саду не было такого аромата. Я не знаю, что в этом саду растет. Вот, Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Друзья, какое мужество выбирает смерть, а мог ее избежать? Друзья, у меня такой вопрос. А хотел Христос страдать? Тяжелый вопрос. Как я его часто задаю, друзья, и так трудно слышу ответ. Хотел Христос страдать или не хотел? 50 на 50 кто-то не хотел, кто-то хотел. Друзья, а это можно хотеть? А это естественно хотеть? Чтобы тебя сейчас связали? Чтобы тебя повели сейчас по шести судам? Три римских, три еврейских. А это хочется? Друзья, а о чем говорят эти слова? Никак я хочу. Но как ты? В этом и весь аромат. Господь не хотел страдать. О, если бы, ну, чаша вот мимо меня прошла. Чаша страдания, мимо. Ну, не как я хочу. А как ты? Друзья, аромат разливался не только в Герсиманском саду. А вы посмотрите, сколько аромата на суде. На суде, да. Вот Господь сейчас на суде. Вот идет суд. Синедрион идет. Ну, обвинение. Обвинители нашли таких ложных. Вот. Они говорят, они приписывают слова Господу. Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Первый священник, ну, ждет, 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 а ответа не получает. И сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Молчание. Друзья, сейчас в этом молчании такое благоухание. Не как я хочу, а как ты. Друзья, он отказывается от самооправдания. Он молчит, он молчит, зная, что судят беззаконно, что юридически подготавливают убийства. Он молчит. Да он мог бы одним вопросом весь Синедрион поставить в тупик. Но он это не делает. Почему? Он знает, друзья, что праведный суд Божий должен над ним свершиться. Он должен все это претерпеть, чтобы спасти нас с вами. Иисус молчал. Друзья, когда Иисус молчал, это аромат. А когда он говорил, читаем дальше. Первый священник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым. Друзья, ну как бы косвенно призывает поклясться. Заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос Сын Божий? Друзья, Господь откликнулся на этот призыв поклясться. Ну как бы косвенно откликнулся. Иисус говорит ему, ты сказал. На языке того времени это означает, что вот что ты сказал, вот то он. Это ж не я сказал, это ж ты сказал. Даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего в десной силы и грядущего на облаках небесных. Друзья, а Господь знал, что ответ, что последует за этим ответом? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна 18 главу. Иисус же, зная все, что с ним будет. Он знает, что этот ответ вызовет какую реакцию. Ему припишут богохульство. И это он знал. Друзья, когда Иисус молчит, это благоухание. Когда он говорит, это не меньшее благоухание. И он идет на это. И знал, что его слово развяжет руки им. Это он знает. Но он знает, что он все это должен претерпеть. И что правосудие отца должно совершиться на нем ради нас с вами. Ну и тогда, что ж, первосвященник, после некоторого совещания тут такого сомнительного. Как вам кажется? Они сказали, повинен смерти. Друзья, и смотрите, приговор еще официально не был утвержден. Нет, нет. Тогда плевали ему в лицо и заушали. Другие ударяли его полонитом. Я хочу прочитать неожиданно, так может быть, вместо... Из пророка Исаии. Я не стыжусь. Это 50-я глава, 7-й текст. Я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень. Ну, кремень, это, я так понимаю, один из самых крепких камней. Я не стыжусь. Друзья, вот этот эпизод, и можно было бы и постыдиться. А чему постыдиться? На нем так наслышались, что он такие чудеса, что он все вот так вот может... И вдруг, друзья, он даже не может противостать, не может остановить вот это вот, что с ним сейчас делают. Они на него думают. Ну, ты ж обычный человек, он даже ничего не может, против себя не может постоять. Друзья, это могло бы привести Господа в какой-то стыд. Друзья, вот так правосудие Божие определило Господу пройти через вот это все. Вот вы посмотрите, что здесь затеял сатана. Просто детскую игру, которую любой ребенок понимает. И, ну, раньше как-то больше в такие игры играли, сейчас немножко другие игры. Ну, вот вы знаете, как детки раньше играли, вот так вот руку сделают, вот так вот как-то сделают руку, и вот вам бьют сзади. А он должен сказать, а кто его ударил? Ну, если он отгадает, значит, теперь это стоит, теперь его бьют. Ну, детская игра. Прореки, кто ударил тебя. Ну, ты же даже не можешь сказать, кто тебя ударил. Ну, какой же ты пророк? Ну, друзья, а это можно хотеть, чтобы над тобой вот так играли? Никак я хочу. Ну, как ты? Здесь весь аромат, здесь все благоухание. И Господь не использовал свою чудесную силу. Он мог так сделать, чтобы они сами себя там били. Но он на это не пошел. А вот аромат разливается в притории. Ну, здесь, когда били Господа, когда провели его, так сказать, через бич, их бичи называли Скорпион, они так жалили больно. И вывели его, взявши Иисуса в приторию, собрали на него весь полк. И раздевши его, надели на него багреницу. Друзья, какой здесь аромат! Здесь ненависть. И римляне лютой ненавистью ненавидели евреев. А здесь еще царь. Можно всю душу на нем здесь, так сказать, и выложить. И ногами там, и чем угодно, и куда попало, и сколько угодно. И вот плетут венец из терна. Ну, глумится сатана. Ну, ведь это сатана делает, да? Вот. Терновый венец возлагают. Дают правую руку трость. Ну, палочку. Ну, какой же царь без диадима и без скипетра? Ну, а прежде багреницу одели. Ну, может быть, там, какой-то там нашли одежду. Или просто какой-то воин снял с себя, надел на него плащ римского воина. Они в красных плащах ходили. Друзья, смотрите, что тут творится. И вот насмехаются над ним. Друзья, иногда бывает, что и мы друг над другом посмеиваемся. Бывает такое, да? Иногда так. Ну, может быть, не в лицо, а где-нибудь там в кулуарах, где-то там за углом. Так подсмеиваемся с кем-нибудь о третьем человеке. Друзья, когда мы так подсмеиваемся, мы орудия в чьих руках? Не божьих, да? Явно не божьих. Вот это затеял сатана. Вот эту игру затеял сатана, чтобы осмеять царское достоинство Иисуса. Там свои играли, чтобы как-то вот показать ему, что он за пророк такой. Игру такую затеяли. А здесь уже как над царем. И бьют его. Друзья, когда мы бьем друг друга языком, мы орудия в чьих руках? А вот у этого режиссера, у этого черного режиссера, и мы орудия в его руках. Он через нас делает свое черное дело. И плевали на него, и взявши трость, били его по голове. Друзья, вот так вот. Но какой здесь аромат! Вот так. Вот так судил ему отец. Друзья, вот так воля Божья. Мессия должен пострадать, чтобы спасти людей. И на это Господь идет. А хочет? Нет. Не как я хочу, а как ты. Друзья, в одном месте были курсы. Ну, один брат ехал на курсы, потом он сам свидетельствовал о себе. Ну, с такими, знаете, мечтами смотрит, наверное, в это стекло вагона. Так деревья мелькают. Ну, что я там на курсах на этих буду делать? Я уже все знаю. Ну, может быть, там просто как-то на природе там вот. Друзья, какая природа? Через неделю, через неделю он чемоданы собирает. Трудно. Стыдно. Он ничего не знает. Собирает чемоданы, и в нем... Глубина какая, самое большое глумление, которое сделал сатана. Ну, Господь позволил сатане делать над своим телом любое насилие. Что он хочет? Пусть он исчерпает всю фантазию свою сатанинскую на моем теле. Вот так как бы Господь говорит. Я тело отдаю полностью сатана, делай всем, что хочешь. И что он с его телом сделал? Пророк Исаия говорит, как многие изумлялись, изумлялись. По другому переводу немножко страшнее. Ужасались. Смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его. Иногда после аварии человек попадает в морг и не знает, ну, туда... Ну, вы можете своего родственника опознать. Только, может быть, по одежде. Только, может быть, по обуви. Невозможно. Настолько изуродованное. Друзья, обезображен он был. После чего? После того, как ему вот эта плетка его били, скорпионами, он был обезображен. А потом уже и в приторию, вот, видимо, римские воины из крепости Антонио, целый полк. И вот над ним вот это делают. Обезображен. Друзья, аромат. Господь знал, что для того, чтобы нас спасти, нужно сказать, Отец, не моя воля будет, но Твоя. А воля Отца какая? Через это должен пройти Мессия. Вы знаете, вот... В одном месте сестра подходит ко мне. Брат, ну, посоветуй мне, что он мне делал? Уже старенькая. Я говорю, что такое? У меня дочка неверующая. Она купила большую собаку. Ну, такую большую породистую собаку. Вот. И идет в магазин, покупает ей колбасу, коляску. И ей эти собаки. А матери кушать нечего. Друзья, вот... Ну, она не знает, как поступить. Ну, пробуй там, доченька. Ну, ты мне тоже кусочек отрежь. Ты взрослая, ты сама покушаешь, а это вот собака. Вот что она понимает? И кормит ее этой коляской. А мать в смущении. Как ей поступать? Друзья, что бы вы ей посоветовали? Как ей быть? Наброситься на дочь? Отнять колбасу? Что делать? Я говорю, сестра, терпи. Будь благоуханием. Да что с этой колбасой? Благоухание дороже, чем колбаса. Источай из себя аромат терпения. Вот. Рассказывали такой случай. Ну, не знаю, насколько достоверно. Я так вот передам, что мне говорили. Муж с женой. Жена верующая. А муж пьяниц. А муж так хвалится своему там, ну, там с кем он работает. У меня жена. У меня жена верующая. Ее завести совершенно невозможно. Она такая спокойная, невозмутимая. Что бы я ни делал, она такая спокойная. Да? А я тебе сейчас скажу, что ты сделаешь. И мы посмотрим, какая она спокойная будет. Друг говорит. Значит, ты что сделай? Сделай вид, что ты пьяный. Иди поваляйся в грязи. Приди домой. Это они спорят. Спорят. Приди домой. И как есть, на чистую кровать. А потом я посмотрю, какая она у тебя верующая, какая спокойная, какая невозмутимая. Ну, он повалялся. Сделал вид, что вот в таком состоянии, нетрезвом. И как есть, вот так вот, раз, и с грязью со всей этой набелоснежной постели. И вот тут, друзья, не как я хочу, а как ты. А как в этой обстановке, чтобы было благоухание. Друзья, в этой обстановке. Такой может развиться аромат. Ну, не знаю, какие розы бывают. Чайные, я еще не знаю, какие там. Вот такой аромат. Она смотрит на эту картину. На колени становится. Господи, он же всю вечность будет мучиться в аду. Лежать ли он там будет? Стоять? Я не знаю. Ну, пусть хоть здесь отдохнет. Берет сапоги грязные. А он так свесил, но все-таки еще что-то там шелелится. Сапоги свесил грязные. Она берет эти грязные сапоги. И на перину сверху. Друзья, вот и аромат. А сколько, друзья, таких моментов в жизни, когда мы можем из себя такой аромат источать. Вот мы сейчас прочитаем. Друзья, ну, это, мне кажется, самое ароматное место во всей Библии. Ну, это мое такое субъективное. Вот. Может быть, кто-то согласится с этим. Может быть, мы все согласимся. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 текст. Друзья, жуткая картина. Но аромат по своей силе перекрывает все. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части. Каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканный сверху. Друзья, здесь сатана унижает, уничижает достоинство Иисуса как первого священника. Это самое гнусное, что он затеял. Ну, и, конечно, высшая степень унижения – обнажение. Публичное обнажение. Публичное обнажение. Друзья, в 21-м псалме там сказано. «Они делают из меня зрелище. Жуткое кровавое зрелище». Сатана прекрасно знал, что священник не имеет права показывать свои оголенные части. И он неплохо знает Писание. И иногда говорит «написано». Лучше нас знает Писание, друзья. Исход 20-я глава, 26-й текст. «Не всходи по ступеням к жертвеннику моему». По ступеням не всходи. Почему? Да может открыться щиколотка. Это нельзя делать. «Дабы не открылась при нём нагота твоя». Может быть, этот жертвенник должен как-то быть на каком-то таком, знаете, ну, чуть-чуть пологий, так, чуть-чуть подниматься, ну, несколько градусов, вот так, вот. Ну, чтобы только не ступеньки, потому что ступеньки оголяют какую-то часть ноги, чтобы не открылась при нём нагота твоя. Друзья, это священники могли только делать. И так оно и было. И так, и не делали, как у язычников. Язычники могли там украшать свои жертвенники изделиями рук человеческих, могли делать подъёмы невероятно какие, и там ступеньки, и кто его знает, что. А тут всё очень просто. И жертвенник деревянный, и в середине глина, и без всяких ступенек, и всё так просто, чтобы грешник легче мог подойти к Иисусу. Друзья, я ещё хотел из книги «Исход» прочитать 28-й главы. Это когда речь идёт о нижней одежде первосвященников и священников. Давайте, друзья, торжественно прочитаем. «И сделай сына Маароновым хитоны для славы и благолепия». Друзья, вот тот, кто одел грешников в кожаные одежды, теперь его раздел на Голгофе, снял одежду славы и благолепия, как бы, да, как бы, и оставил его в таком виде, на обозрении. Написано, «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы». Друзья, и Христос позволил Собой вот это делать. «Друзья, конечно, надо задуматься, и уже, наверное, и задумались. Кто-то, может быть, вспомнил какую-то ситуацию, где он поступил не по своей воле, а по воле Отца, и разлил такой аромат. Друзья, ведь окружающие нас вдыхают этот аромат. Им тоже приятно смотреть. Пусть даже и неверующие, они по-своему оценят этот аромат и послушание. Вы знаете, я как-то стоял, вот, с отцом разговаривал на кухне. Ну, так, вроде, разговариваю нормально. Вот. Ну, отец, отец, ну, что там, особенно, вроде, церемонится. Ну, свой человек. И так разговариваю. Подходит зять на кухню и так осторожненько говорит мне, а ты знаешь, ведь вам не положено так разговаривать. Ой, друзья, как на меня, как кипяток вылили. Господи, что это такое? Да я вроде нормальный, но я, может быть, на четверть тонна, на восьмую часть тонна что-то такое. А вам ведь не положено так разговаривать. Ой, друзья, это был не аромат. А я даже и не заметил, что это был не аромат. Друзья, давайте помолимся, чтобы в любой ситуации, какая встретиться, и Господь будет нас зондировать, зондировать нас на послушание. Все глубже и глубже. Но сейчас ты как? Поступишь по своей воле или по моей? Ну, хорошо, на этом уровне я тебя прозондировал. А если я глубже еще копну, а на этом уровне-то как? Друзья, я думаю, что Господь будет зондировать нас на исполнение Его воли, а не нашей. Все глубже и глубже. И я не думаю, что все позади, осталось только вот так, мелко-мелко. Нет. Я думаю, что с каждым днем все глубже и глубже будет Господь зондировать нас на вот этот запах. И дал бы Бог, чтобы на нас это слово исполнилось. Мы благоухание Христово. А что же это за благоухание Христово? Не моя воля да воля, не как я хочу, а как ты. И весь аромат. Друзья, а как хочется, чтобы вся церковь как сад, напоенный вот этим ароматом, чтобы сюда пришел грешник, ну, мне говорили, иногда можно сознание потерять от того, что там ароматные розы такие. Друзья, он не потеряет сознание. Он приобретет здесь сознание. Он придет сюда в царство терпения, в царство смирения, в царство благоухания. Да он не захочет отсюда уходить. Давайте помолимся. Господи, даруй нам такое благоухание нашей церкви, чтобы мы здесь, в Ростове, были цветущим садом. Розы, я не знаю, какие там розовые, желтые бывают, я даже, знаете, есть черные розы. Студенты, миряне, ну, я не знаю, где это, может быть, лет 30 назад пели «Черная роза – эмблема печали». Она хоть и черная, но, наверное, очень сильно пахла. Друзья, я хочу, чтобы церковь стала благоуханием в любой ситуации. Где бы нас Господь не зондировал на благоухание, чтобы всегда мы источали благоухание. Друзья, его жизнь, жизнь Иисуса, была одним, нигде не прерываемым благоуханием. И только когда под тяжестью и под временем наших грехов с вами склонил голову и сказал «совершилось», вот тут, наверное, и закончилось благоухание. Друзья, чтобы, когда Дух Святой, Дух Святой скажет, когда глаза нам закроют, и Дух Святой скажет «совершилось!» Все. Я его совершал ко спасению. Все совершилось. Чтоб до последнего вздоха мы источали из себя аромат. Хорошее желание. Давайте помолимся об этом Господу. Господи, сделай нас ароматными, пахучими. Пусть Господь благословит нас на такой духовный труд. Хвала Ему за все. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok